Мы с вами, занимаясь, понимали, что самое главное, чтобы преодолеть вот эти проблемы, нам нужна была внутренняя мотивация. Действительно, качество вашей жизни было отвратительное. Ну какая там эта жизнь, сплошные панические атаки, кто-то вообще не выходит, у кого-то какие-то навязчивые состояния, навязчивые мысли. Ну, так жить нельзя. И вот эта мотивация от этого избавиться, это хороший стимул для того, чтобы делать эти упражнения, для того, чтобы заставлять себя в чем-то, проявлять волевые какие-то качества своего характера. Ведь характер наш воспитывается, и мы воспитывали свой характер, когда занимались. Мы эти 7-8 недель потратили для того, чтобы своим характером заняться, своим внутренним миром, воспитанием воли, характером и изменение качества жизни. И вот в этом 8-м ролике мы говорим с вами о целеполагании, о том, чтобы наши мысли материализовались, чтобы были достигнуты реальные задачи, поставленные и цели. Так вот здесь мотивация имеет более тонкий уровень. Уровень тогда, когда приходится мотивировать себя в будущем. Сейчас вроде хорошо, но в будущем может быть еще лучше. И вот мы будем говорить с вами про мотивацию для постановки целей. Мотивация – это важный психологический аспект. Поговорим об этом.